Водоснабжение 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 Покрытики Водоснабжение Водоснабжение Покрывает Люберецкий коллектор и спускает на Люберецкие очистные сооружения. Это же пол Москвы. Да, это почти половина Москвы. И также несколько подмосковных городов, Долгопрудные, Мытищи. А что у них, в своей канализации нету, что ли? Мытищи. Нет, они относятся к зоне покрытия Люберецкого коллектора. Вот так вот, да? Да, на очистные Люберецкие сооружения, которые сами по себе являются самыми большими в Европе и второе место в мире занимают по объемам фекальных стоков. Значит, вес, получается, что вес от, нагрузка от грунта, нагрузка от дорожного полотна. К этому прибавляется нагрузка от автомобилей, причем, значит, это транзитная дорога. Значит, мы предполагаем, что любая техника будет ездить. И фуры 50 тонн, невероятное количество мусоровозов. Сейчас мы ожидаем, что это в сторону Рудневского мусороперерабатывающего завода пойдут. Значит, обрушиться может любой участок этой трассы где угодно, потому что подмыв будет в одном месте, ну, протечка коллектора будет в одном месте, а подмыв произойдет через 100 метров. То есть непрогнозируемая катастрофа с грунтами обеспечена дальше, последствия вообще непредсказуемы, потому что обеспечить стопроцентное наблюдение за ситуацией внутри коллекторов технически невозможно. Что происходит? Это все происходит под землей. Это не видно людям. То есть что произойдет? Подмыв угла дома, обрушение ограды храма из-за смещения плавуна очередного, образовавшегося из-за потечки. Мы не знаем. Провал КАМАЗа, ремонтопригодность коллектора нулевая, потому что он закрыт асфальтовым полотном, который, значит, препятствует... Когда коллектор был построен, значит, эти три тоннеля построены там, ну, с разницей в несколько... Первый тоннель в 63-м году, там, восточный тоннель в 70-м каком-то году и подводящий в 80-м каком-то году. Значит, этот коллектор имел санитарно-защитную зону, на которой нельзя было не то, что вообще лопату втыкать, значит, только могли расти деревца, и он имел санитарно-защитную зону, значит, 50 метров от края последней трубы. И это защитная зона... И сейчас другие коллекторы, которые существуют в городах, в мегаполисах, они эту зону имеют. И там ничего не строят. Значит, в нашем случае эта зона была отменена еще в 12-м году, но с целью уже за... Замутить хорда. Да, уже, так сказать... Замутить хорду. Да, с планируемым строительством этой хорды по Вишнякам. Значит, 4 ноября 2017 года вышло распоряжение Медведева, которое категорически запрещает строить любые автотрассы над нефтепроводами, газопроводами, канализационными коллекторами. Значит, соответственно... Так, подожди, ты объясни вот. Для того, чтобы построить такой коллектор, который бы не провалился, когда над ним параллельно идет дорога, что надо сделать? Надо, чтобы она проходила поперек. А если вдоль тогда как усилий? Да, без таких ситуаций вдоль запрещено. Значит, 4-го... Вообще нельзя. Вообще никогда такого не бывает? Никогда нельзя строить вдоль нашей ситуации. Потому что он... Это коллектор крупного... Крупно-тоннельный коллектор. Диаметры этих труб от 2,5 метров до 6. 6 метров диаметра трубы? Да, там внутри проезжают камазы. Объем фекальных стоков, глубина 2,40 протекает внутри. Это только глубина... До дна. Да, глубина фекальных стоков в самом большом подводящем туннеле около 2 высота вот этой глубины. Плещется. Плещется под потоком, значит, 2,40 высотой. Соответственно, значит... То есть ты сказала, камаз проедет. Камаз не проедет. Проедет. Он с крыши утонет. А, с крыши утонет, да. Такого размера эти тоннели. Их 3 штуки. Все 3 накрываются северо-восточной хордой. По всей длине от Косинской эстакады до канализационной насосной станции на Рассветной аллее. Это 3 километра? Около 3 километров, да. Будете в очереди стоять за водопроводной водой по 2 литра на человека по паспорту. Дальше, значит, справлять нужду тоже негде будет. Значит, начнется эпидемия желтухи. Потому что, значит, такое... То есть это спланированная техногенно-экологическая катастрофа, которая заложена в проекте этой хорды. А сейчас, значит, доступ к этим коллекторам закрыт асфальтовым полотном северо-восточной хорды. Соответственно, ее надо будет... Полотно надо вскрывать и искать протечки и так далее. То есть под землей происходит разрушение трубопровода какого-то из коллекторов. Значит, подмывает грунт. И, соответственно, дальше обрушения, какие пойдут, последуют за, соответственно, вот этими подмывами, вообще не прогнозируется никак. Отслеживать, значит, вода имеет свойство там где-то протекать, а подмывать в совершенно другом месте. 80% обрушения здания с подмывами грунта происходит по причине аварий на коммуникациях водопроводных, канализационных, ливневых и так далее. А вот самый старый тоннель, Новолюберецкий канал, который построен в 1963 году, он накрывается вот весь там. Второй канал, Восточный, он накрывается там две трети, а подводящий накрывается там тоже частями вдоль Казанца, вдоль Выхина, Косинской улицы накрывается полностью.